Шалом, шалом из Израиля! Мы продолжаем изучать Пирке Авод по учению наших отцов, становясь мудрее, вырабатывая в себе добродетели и просто наполняя себя этим светом, Творца этой Турой и этой святостью. И мы сейчас уже, Бару Хашем, на второй главе Пирке Авод, и мы помним, что изучая Пирке Авод, мы говорим фразу, что это значит в нашем первом уроке, на первой главе мы это изучали. Итак, изучаем первое Мишна из второй главы. Раби говорит, какой из праведных путей должен избрать человек, любой, что украшает тех, кто по нему идет, и прекрасен в глазах других людей. Будь также прилежен при исполнении легкой заповеди, как и при исполнении важной, ибо не знаешь ты, какова награда за заповеди. Сравни ущерб от исполнения заповеди с наградой за нее и выгоду от нарушения с ущербом от него. «Вдумайся в три вещи, и ты не дойдешь до греха. Знай, что над тобой око всевидящее, и ухо всеслышащее, и все твои деяния записываются в книгу жизни». Если бы мы это действительно бы прямо представляли и ощущали, мы бы не согрешили. И чем чаще мы будем об этом думать, тем реже мы будем грешить. Дай Бог. Так вот, Раби говорит, здесь имеется в виду Раби Иуда Анаси. Какой из праведных путей должен выбрать человек? Это означает выбрать золотую средину, поскольку крайности губительны для тебя или для общества. Например, если человек очень-очень скуп, жадина, не делится, ты можешь накопить огромное состояние, но оно не принесет тебе уважения. С другой стороны, если ты раздашь все свои деньги, ты заслужишь уважение, но останешься бедняком. Казалось бы, ты можешь накопить богатство свое, ни с кем не делиться, но тогда ты и добра из этого не сильно получишь. Но если ты раздашь все свои деньги, станешь бедняком, дальше написано. Не поддавайся ни раздражительности, ни внезапному гневу, но и не будь бесчувственным. Выражай свой гнев по отношению к тому, что достойно ярости, чтобы этого больше не случилось. Не будь ненасытен, но стремись получить то, что тебе насущно и необходимо. Не предавайся одержимости работы, однако работай столько, чтобы заработка хватило для обеспечения твоих потребностей. То есть здесь перечисляется, в чем у нас должна быть золотая средина, и это касается и столько, сколько мы хотим получить. И как мы питаемся, и как мы работаем, и как мы общаемся. Никутей не проведи все время в праздном веселье, но и не будь угрюм, и не сторонись общества других людей. Тем не менее, если человек от природы склонен к одной из упомянутых крайностей, он должен временно перейти в другую крайность, чтобы избавиться от собственного недостатка. Это значит, что если человек жадный, и в детстве ему прям тяжело делиться с людьми, попробуй перейти в крайность и начать делиться вот прям со всеми. И я имею в виду здесь делиться не только материальным благом, но и настроением, хорошими словами, поддержкой, словами Торы. Это же тоже означает делиться этим. Какой из праведных путей выбрать, если тебе предложат исполнить две заповеди? Точнее, предложат две заповеди и скажут, выбери одну, какую ты хочешь исполнить. Одна заповедь касается наших отношений со Всевышним, а вторая заповедь касается наших отношений между людьми. И здесь сказано, что выбери вторую, потому что преимущество от этой заповеди получишь и ты, и другой человек. Интересно, что когда мы даем цдаку, монетку на благотворительность, то благо получает не столько получающий, сколько дающий. Дающий больше получает награды и благословений за это действие. Но, если же обе заповеди касаются только тебя и Бога, то нельзя предпочесть одну из них другой. Будь также прилежен при исполнении легкой заповеди, как и при исполнении важной. В этом мире мы не знаем, какая у нас награда за какую-то маленькую заповедь в наших глазах, и за какую-то большую заповедь в наших глазах. Мы не знаем, какая награда. Поэтому мы не можем решать, вот это важнее, а вот это нет. Ну вот это, ну, подумаешь, митсвак дола льет басимха. Подумаешь, большая заповедь быть в радости. Да ладно, неужели это так прям важно? А я целый день хожу угрюмо и даже не обращаюсь ни на внимание, с каким я настроением целый день хожу. Ну подумаешь, это же не такая важная заповедь. Откуда мы знаем? В первую очередь, мало того, что это заповедь, которую мы выполняем, так плюс того, что человек находится в радости, это он проживает свою жизнь в радости, в легкости. Он сам получает от этого кайф. Но и Всевышний, который создал тебя, как он радуется, когда нам классно. Как мы радуемся, глядя на наших детей, как они улыбаются, как им хорошо. Конечно, мы радуемся. В глазах других людей здесь интересная вещь написана. Выбери праведный путь, любой, который прекрасен в глазах других людей. Ты должен служить Богу так, чтобы правноверность твоих действий была очевидна другим и заслужила их похвалу. Как сказано в Талмуде, пусть благодаря тебе люди полюбят имя небес. То есть нужно всегда помнить, что мы являемся представителями Всевышнего в этом мире. И на нас смотрят люди. И как очень часто мне в комментариях могут написать, а я вчера увидела, как евреи там зашел в некошерный ресторан. Ой, да эти евреи. Я видела, как он вообще мог жене изменить. Да он это, ну какие-то глупости. И может быть и такое бывает в мире. Каждый проходит какие-то свои испытания или не проходит их. Но это дело каждого. Но действительно важно помнить, что на нас смотрят другие люди. И в том числе похвала других людей. Это тоже как бы похвала, происходящая от Всевышнего. Другие люди являются таким отзеркаливанием того, что и с нами происходит. Поэтому очень-очень важно помнить, что мы представители Всевышнего в этом мире. Согласно Бен-Ишхаю, раби Иуда Анаси затрагивает вопрос о том, что лучше для праведника, быть богатым или бедным. Аскетизм больше соответствует духовно возвышенной жизни. Однако богатство может принести человеку два преимущества. Первое. Служить Богу, несмотря на искушение и моральные возможности. Всегда говорят, что испытание богатством, оно намного сложнее, чем испытание бедностью. Потому что когда человек приобретает богатство, сразу это я заработал, сразу у него мысли о имуществе, о том, как это приумножить, и о том, какой я велик. И это заполучить человеку, у которого есть 100, он хочет 200. Поэтому говорят, что испытание богатства, он на самом деле сложнее. И, как правило, человек, который начинает соблюдать, ему сразу спрашивают, что у тебя произошло в семье, у тебя кто-то умер. Почему? Потому что, как правило, когда человек испытывает трудности, вот тогда он и взывает ко Всевышнему. Тогда, скажем так, легче человеку раскрыть свое сердце. Он настолько подавлен, настолько он не видит поддержки вокруг, что тогда только он взывает ко Всевышнему. Так почему бы нам каждый день не взывать ко Всевышнему? Почему нужно дотягивать до таких моментов? Всевышний, мы сейчас хотим быть с тобой на связи и прославлять твоим Всевышний. Мы хотим чувствовать тебя и прославлять твоими, и ускорить приход избавления в этот мир. И дай Бог пусть будет так. Амин. И мы сказали, первое, праведненьку, что лучше быть богатым или бедным? Потому что и в богатстве есть два преимущества. Первое, ты служишь Богу, несмотря на искушение и материальные возможности. А второе, когда богатый человек посвящает себя служению Богу, вся его жизнь превращается в освящение Божественного имени, в Киду Шашем. Поскольку люди видят, что он полностью предан Богу и Торе, несмотря на богатство. То есть, когда человек занимает высокий статус, положение в обществе, когда это какая-то медийная личность, то он является в каких-то областях авторитетом. И хочет он или нет, но он влияет на людей. Поэтому, чем богаче человек, чем статуснее, тем больше его возможностей повлиять на большее количество людей. И дай Бог, что и мы будем богаты, и таким образом влиять, и материально, и духовно, и влиять на людей. И раби отвечают на вопрос, утверждая, что лучше быть богатым, потому что обладание богатством прекрасно, как по мнению обладающего им человека, так и с точки зрения других людей. Мы не боимся богатства, и мы, наоборот, ценим это, это благо, дарованное Всевышним, для того, чтобы мы делали еще больше добра. И здесь интересно, что здесь написано «любой, что украшает тех, кто по нему идет». Чем правильнее человек живет, исходя из Торы, чем в гармонии, тем прекрасен этот путь. Просто быть честным с самим собой и с окружающими. И идти праведным путем означает показать животной душе, что Тора приносит ей благо и украшает ее. Каждый день у нас это работа. Дальше сказано «будь также прилежен при исполнении легкой заповеди, как и при исполнении с важной, с одинаковым воодушевлением исполняй все заповеди». Ведь ты не знаешь, за что приходит награда, за исполнение заповеди, или же за энтузиазм при ее исполнении. Важно намерение, кавана, энтузиазм. Я выполняю заповедь «опять молиться не хочу». Или я выполняю заповедь «у меня есть еще один день, я хочу еще что-то хорошее сделать, еще что-то полезное». Вот так нам надо выполнять заповеди. И в добрый час, дай Богу, удостоимся выполнять именно так. Вот то, что я говорила. Речь идет о заповеди, кажущихся человеку легкими и не очень значительными. «Подобно радости в празднике или изучение святого древнееврейского языка. Люди ошибочно считают заповеди, исполняемые повседневно менее важными, чем те, которые там наступают раз в год». И интересную историю рассказывают, как один еврей, он сидел в тюрьме, в ссылке, в Сибири, и он получил такое разрешение, что ты имеешь право там выполнить какую-то заповедь, когда скажешь, в общем, все, что тебе для этого надо, мы поможем. И вот он не понимает, что мне лучше, в Роша Шана потрубить шумфар или в субботу кот потрясти улав, может быть, в Песах покушать мацу, и он не знал, какую заповедь выбрать. И тогда он написал письмо своему Равину, какую заповедь выбрать. На что Равин ему, знаете, что ответил? Выполни ту заповедь, которую ты можешь выполнить прямо сейчас. Сейчас, что я могу сделать? Тебе не надо для этого ждать. Вот, я в Роша Шана вот тогда. Вот, я попрошу прощения перед Йонгипура. Вот, я когда в Синагогу пойду. Нет, сейчас. Что я могу сделать хорошего и доброго сейчас? Что от меня сейчас сегодняшний хочет? Не надо ждать и тянуть. Хватай, хватай эту возможность. Она прошла, эта возможность, ее уже не вернуть. Мы уже не наверстаем то, что мы упустили. Да, мы сможем завтра стать лучше, сегодня стать лучше. Но вчера уже все прошло. Там нет жизни. Там уже нет свободы выбора. Награда за заповедь. Тора не сообщает нам о какой-то определенной награде за исполнение заповедей. Поэтому невозможно определить относительную ценность каждой митсвы. Тора делает так для того, чтобы мы не сравнивали заповеди между собой. И это очень важно. Не сравнивать заповеди между собой. Это более важно, это менее важно. Не хочу там это одевать, не хочу так носить, хочу вот так. Уже под себя подстраиваю. Так сказал Всевышний. Иду и делаю с радостью, с энтузиазмом. Как сказано здесь. То есть мы сказали, что высший уровень служения Всевышнему, когда мы выполняем заповеди, не как те слуги, которые ждут похвалы от хозяина или получить какой-то бонус, награду, благослови меня Всевышний, вот я сейчас это сделаю и сразу у меня будет успех. Нет, ты должен служить Всевышнему без ожидания награды. Но наше животное начало так устроено, что иногда ее нужно убедить. Иногда ее нужно задобрить добрыми словами. И вот в борьбе со злым началом мы можем себе приводить доводы, почему искать логику, грубо говоря. Вот почему соблюдать кашют — это важно, это влияет на духовность, на нашу душу. Многие заповеди мы не можем логически понять. Но для животных нашей души мы действительно можем им снить, что это более полезно, это более проверено все. Это по-еврейски, то есть это более гуманный способ убийства животных. То есть это то, что мы можем доводить логически, иногда может влиять на нашу животную душу. И это полезно. Дальше мы сказали, что вдумайся в три вещи, и ты не дойдешь до греха. Два вида медитации способны вдохновить человека на служение Богу. Первое — это мысли и размышления о величии Всевышнего, о возвышенности души и о задаче превратить мир в место пребывания Божественного. Второе — размышления о слабости человеческой натуры и о тщете мирских удовольствий. Размышляя о бытии и величии Бога, ты переживаешь духовный подъем и пребываешь в приподнятом настроении. Даже если медитация не приносит результатов, то, по крайней мере, предаваясь созерцанию, ты оказываешься в возвышенных, приближенных к Богу сферах. Однако, если ты размышляешь о низости греха и не достигаешь результата во время медитации, ты просто теряешь время, погружаясь в болезненные переживания. То есть нам нужно больше сконцентрироваться на поиске Всевышнего святости, на вот этом энтузиазме, на энергии, на мирах, видеть цель и смысл нашей жизни, видеть четко нашу задачу, что мы должны делать. А когда человек начинает предаваться вот этим вот грезам, что наш мир тлен, все ужасно, все печально, войны и болезни, и смерти здесь, и там, и все происходит, конечно, страшно жить, и тогда теряется весь этот энтузиазм. Поэтому человеку нужно максимально стараться быть в возвышенном состоянии, то есть приближенном ко Всевышнему, то есть мысли позитива, да, о святости, о безграничном, благословен Он. Знай, помните, что мы говорили, знай, что над тобой. Помни о трех вещах, и ты не согрешишь, знай, что над тобой. Ох, обидущее! Сейчас будем разбирать. Знай, согласно Мэри, нужно размышлять о трех вещах. О существовании Всевышнего, который превыше нас, о том, что Он видит и слышит, и о том, что Он ничего не забывает. И над тобой эти слова можно перевести следующим образом. Знай, что все происходящее наверху в высших мирах зависит от тебя, то есть от твоих действий. Человек подобен лестнице, упирающейся в небеса. Все его движения, поступки и слова воздействуют наверху. Например, когда ты сострадаешь, кому-либо твое сочувствие достигает высших миров. На все, мы знаем, есть проекция, все, что происходит. Внизу мы влияем на то, что происходит наверху. Знай, что над тобой око всевидящее. Имеется в виду взгляд, от которого не ускользнут ни мысли, ни слух. Все записывается. Книгу записываются твои действия, и только за них ты несешь ответственность. Если человек только замышляет злодеяние, он не подлежит наказанию. С другой стороны Всевышний вознаграждает человека из-за одни только намерения, даже если до дела не доходит. То есть и с нашими намерениями тоже нужно быть аккуратней. Рабиш Неверзалман из Лят писал о смысле и великолепии бесконечного его творений. Мириады небесных и земных миров. Он наполняет их все одновременно непосредственно присутствуя в них и существуя за пределами их границ. Он покидает все эти миры, чтобы сосредоточить свое внимание на тебе. Каждый человек должен говорить, мир был сотворен ради меня. Представь, что Творец ваш высылается над тобой. Вся земля наполняется его славой. Он взирает на тебя, изучая твои мысли и чувства. Помни об этом всегда и переставай перед ним, как слуга перед царем. Помнить о том, что я важна для Всевышнего, это дает нам счастье и этот же энтузиазм. Так почему же мы об этом забываем? Почему же мы избегаем этого? Встретись с этими мыслями, встретись со своей сутью. Встретимся, наша суть божественна. Мы часть Всевышнего и Его творение. Он Всевышний ближе к нам, чем воздух. И чем больше мы будем думать об этом, тем больше мы будем пребывать в связи со Всевышним. Тем больше у нас будет сил выполнять заповеди. Дай Бог. И здесь сказано, что все наши дела записываются в книгу. Что означает записываться? Раби используют пассивный залог, поскольку на небесах не нужны руки, чтобы писать. Все записывается само собой. Согласно гомелитической интерпретации, желая обладать зрением, воспринимающим божественную реальность и слухом, воспринимающим изречение, я Господь Бог ваш. Человек должен удостовериться, что все его действия соответствуют тому, что записано в книге, то есть в Торе. А веду ли я себя так, как это говорит нам Тор? Философы всегда спорили о том, может ли Бог знать и беспокоиться о малейшие детали творения, оставаясь при этом единым и неизменным. Разве знание о чем-то, что было, неизвестно прежде, не приводит к изменениям? Употребляя выражение «галуй вея дуа» открыто и известно по отношению к божественному знанию, мудрецы ответили на вопрос. Божественное знание о действительности пассивно. Изучая что-то, человек приобретает информацию, которую он раньше не владел. Для того, чтобы выучить что-то новое, его в другое время свободный разум должен был занять интересующим его предметом. Это приводит к переменам в сознании и реакции на них. Однако, говоря, что Богу что-то известно, мы не имеем в виду, что он всецело поглощен мыслями об этом. Напротив, это открыто и известно ему само по себе. Ему не нужно прикладывать усилия к тому, чтобы что-то знать. Задумайтесь, он создал множество творений, оставаясь за пределами сферы их существования. Конечно, он познал множество творений, оставаясь трансцендентным по отношению к ним. То есть, знание Всевышнего о том, что произошло, никак не влияет на нашу свободу выбора. О том, что он знает, что произойдет, если я выберу и это, и это, и это, и все развития пути, если я пойду в магазин или нет, если я останусь дома или нет, если я открою книгу или нет. И все варианты событий, это миллиарды, триллиарды, очень много вариантов событий, которые могли произойти и не произошли посредством нашего выбора. И знание Всевышнего, поскольку он вне времени, вне рамок, вне пространства, знание его, у него нет вчера, сегодня, завтра, у него все вот как сейчас. Я не представляю, как это, да, мой мозг еще не способен такое воспринять, но его знание всего одновременно всех не ограничивает, как бы, нашу свободу выбора. Просто мы сами выбираем, специально Всевышний себя сжал, чтобы дать нам эту свободу, потому что, если бы мы чувствовали каждый день, мы бы были идеальны. Но когда это зависит от нашего труда, концентрации, почувствовать Всевышнего, тогда это зависит от нас, и есть свобода выбора. Итак, дорогие друзья, мы сегодня, ух, такая мишна была интересная, мы выучили первую мишну из второй главы, уже прошло 20 минут, и поэтому предлагаю здесь остановиться, и на следующей встрече мы продолжим со второй главы, вторая мишна. До встречи, ставьте лайки и подписывайтесь.